Пресс-конференция председателя Российского исторического общества в МИА «Россия сегодня» совпала со знаменательным днём, 200-летием экспедиции Михаила Лазарева и Фадея Беллинсгаузена, по итогу которой был открыт шестой континент суши Антарктида. Собравшимся с журналистом Сергей Нарышкин рассказал об основных проектов исторического общества на ближайший год. Столетие окончания гражданской войны в Крыму, 150 лет со дня рождения Ленина, а также юбилеи выдающихся отечественных историков Ивана Забелина и Сергея Соловьёва. Этим датам будут посвящены отдельные мероприятия. Но, безусловно, ключевой приоритет на 2020-й – это 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется новая экспозиция, которая будет называться «Сталин, Рузверт, Черчилль». Кстати, среди других материалов будет, наверное, впервые представлен оригинал так называемого соглашения о процентах. Два слова о том, что это такое. В ходе московских переговоров в октябре 1944 года Черчилль сам предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаги, который показал членам советской делегации. Только что освобожденный советскими войсками Болгарии – 75%, уточнил Сергей Нарышкин. В ходе пресс-конференции также стало известно, что в преддверии дня победы в Москве пройдет встреча российских и китайских историков. Круглый стол будет посвящен истории борьбы с милитаристской Японией в годы Второй мировой. С большим вниманием относимся к аргументам китайских коллег о том, что корректнее было бы отчитывать начало Второй мировой войны с середины 30-х годов, когда уже на Дальнем Востоке миллионы гибли люди в результате агрессии милитаристской Японии. И, конечно, завершилась Вторая мировая война на Дальнем Востоке. С этим никто не спорит. Мы ценим инициативу китайской стороны. Коллеги предложили собраться в Москве накануне 9 мая для того, чтобы обсудить историю совместной борьбы советского народа, китайского народа с германским нацизмом и ботским милитаризмом. Здесь есть о чем поговорить, есть о чем поговорить в плане сохранения исторической памяти. В планах российских историков также провести совместно с китайскими коллегами конференцию во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Кроме того, на пресс-конференции были анонсированы сразу несколько акций и конкурсов, которые проведут под эгидой Рио. Так, в конце апреля по всей стране и за рубежом состоится диктант победы. В прошлом году участие в нем приняли 150 тысяч человек. Другой важный проект без срока давности охватит регионы России, пострадавшие в годы войны от оккупации. Речь идет о целой серии документальных выставок, которые языком фактов расскажут о трагедии мирного населения. Фашизм – это действительно та самая коричневая чума, о которой сейчас часто упоминают. Но в чем эта чума заключается? В том, что у Гитлера был план не только истребления евреев, был соответствующий план и по славянам, что славянское население должно было быть просто сокращено, а лишено своей культуры, памяти. А остаток был бы в качестве батараков у немецких гроссбаверов. В центре внимания в 2020-м и другие международные проекты, например, конкурс «Уроки Победы». Учителя со всей России и нескольких десятков зарубежных стран представляют на нем свои методические разработки. Это не только традиционные уроки истории, но и рисование, уроки литературы, музыки. Отдельная номинация посвящена лучшим социальным школьным проектам. Как раз на днях стартовал второй этап состязания, и уже в конце февраля станут известны имена 33 финалистов. В память об освободительной миссии Красной Армии Российское историческое общество реализует и другой значимый международный проект – выставки под общим названием «Путь к победе». Последняя экспозиция из данного цикла открылась в январе в Боснии и Герцоговине. Уководство Боснии и Герцоговины проявило заинтересованность в том, чтобы провести отдельную выставку в столице Республики Сербской, в Ванилуке. И я думаю, что это, конечно, надо будет реализовать. И выставки вызвали очень большой интерес в связи с тем, что там впервые появились многие материалы, ранее не опубликовавшиеся, в том числе свидетельствующие о том, что освобожденного местного населения оказывает гигантская гуманитарно-экономическая помощь со стороны Советского Союза, и что Красная Армия активно сотрудничала с местными органами власти и с населением освобожденных стран, а граждане этих освобожденных стран активно участвовали в борьбе с нацизмом на стороне Красной Армии. В рамках проекта «Путь к победе» в 2019-м историко-документальные выставки прошли в странах, освобожденных солдатами Красной Армии. Они оказались в центре внимания и вызвали большой резонанс, особенно в Польше и Болгарии. Общественное мнение и взгляд на значимые события прошлого в этих странах уже давно формируют не на основе исторических фактов и документов, а на угодных времени политических высказываниях. Например, на заявлениях о причастности Советского Союза к развязыванию Второй мировой, или недавнем высказывании президента Зеленского о том, что лагерь смерти освенцам был освобожден украинскими солдатами. Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной Армии. Или по принципу географического места, где то или иное подразделение, та или иная часть дивизии, армия формировалась. Или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов. Что касается львовской дивизии, то она формировалась в Архангельске. В Архангельске области на севере нашей страны и была названа львовской после того, когда участвовала в освобождении Львова. Одним из положительных примеров противодействия исторической фальсификации и сохранения памяти собравшиеся назвали Словению. До недавнего посол России в этой стране Доку Завгаев за 10 лет работы сумел выстроить со славянцами диалог. В итоге в небольшом государстве в центре Европы не только не сносят памятники советским воинам, но и устанавливают новые. И при поддержке местных общественных организаций и честь согласия властей, за последние годы в Словении мы установили новых 28 памятников сынам России, Советских Союз, погибших на территории этой страны. Один из них, главный памятник, был открыт в 2016 году в разгар антироссийских санкций, в разгар сноса нашей памятники в ряде стран Европы. Этот памятник открыл президент России Владимир Владимирович Путин вместе с президентом Словении Борутом Пахаром. На пресс-конференции также был дан старт сразу нескольким конкурсом под эгидой Российского исторического общества и Фонда истории Отечества. Так, открыт прием заявок на пятый всероссийский конкурс педагогического мастерства «История в школе. Традиции и инновации». Ведется прием заявок и на всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью. Кроме того, объявлено о начале конкурса исследовательских работ школьников «История семьи. История победы». Этот проект направлен на поддержку научно-исследовательской работы школьников в области отечественной истории. Подробную информацию об условиях и сроках проведения конкурсов уже разместили на официальном сайте Российского исторического общества. Завершая пресс-конференцию, Сергей Нарышкин неожиданно для собравшихся назвал имена нескольких выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны. Мы исходим из того, при принятии решений о рассекречивании того или иного советского российского разведчика, выполнявшего свои задания в нелегальных условиях, исходим прежде всего из позиции обеспечения безопасности разведывательной деятельности. Но, тем не менее, принято решение о рассекречивании имен еще семи сотрудников советской и российской разведки. Раскрыть эту информацию было решено в год 100-летнего юбилея СВР. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова